Уже много лет в Богородицке действует воскресная школа. Дети собираются здесь, чтобы учиться и общаться. Вместе участвовать в богослужениях и веселых праздниках. Вместе приобщаться к культуре православия. Вместе открывать для себя его вечную духовную красоту. Великий праздник Рождества Христова они отмечают тоже вместе. Силами и стараниями учеников воскресной школы, под руководством преподавателей школы и по благословению настоятеля Свято-Успенского храма был подготовлен праздничный рождественский концерт. И показано представление на сцене Дворца детско-юношеского творчества, посвященное Рождеству Спасителя нашего Иисуса Христа. Настоятель Свято-Успенского храма, протеерей отец Олец, поздравил всех – детей, педагогов, родителей, гостей – с замечательным праздником. Выразил удовлетворение тем, что в школе заложенные ранние традиции поддерживаются и приумножаются. Долго дети ждали. Вот и Рождество. Праздники настали людям торжество. В этот светлый и мироспасительный праздник Рождества Христова мы здесь все собрались вместе с вами, чтобы вместе ответить этот великий и светлый праздник. И вот здесь концерт, который приготовили дети нашей воскресной школы Свято-Успенского храма города Богородинска, который проходит уже здесь, в котором раз по доброй усыновившейся традиции. Еще и еще раз подать праздник Рождества Христова. Мира, радости, благоденствия вам и вашим близким. Дети воскресной школы пели рождественские песни, читали стихи и славили рождение спасителя. Не отставали от взрослых даже самые маленькие артисты, старательно выговаривая выученные наизусть слова. Затем вниманию гостей воскресной школы – мам, пап, бабушек и дедушек – был представлен рождественский спектакль о том, когда же самые злые и жадные люди под воздействием этого небывалого события становятся добрыми и щедрыми и пересматривают свое отношение к жизни. Ну хорошо, я подумаю. А сейчас я хочу подарить вам мягкие, пушистые снежинки. Ведь на Рождество должно быть много снега, все должно быть белым-белым. И пусть потом не говорят, что у меня снег сегодня выпросит. Замечательно, что сегодня дети могут посещать воскресную школу, возвращаться к своим истокам, учиться понимать, что есть добро, а что зло, задумываться об отношении к ближнему своему. Рождество Христово – особый праздник. В рождественские святочные дни на Руси существовал обычай ходить по домам, прославляя радостными песнопениями пришествия в мир Спасителя. Особенно неутомимыми христославами всегда были дети. Приятно видеть, что дети, участвуя в подобных праздниках, могут реализовывать свои таланты и способности, доставлять радость окружающим. Особенно приятно видеть милые улыбки и светящиеся от радости и восторга глаза детей, которые с любовью умеют отмечать Рождество Христово. Дети и взрослые, замерев от восторга, смотрели, как раскрывается руками юных артистов библинский сюжет на тему рождения Христа. Здесь все настоящее – и восторг, и улыбки, и горящие свечи. А голоса артиста заставляют поверить в реальность происходящего на сцене. Возрождение театральных постановок не только объединяет и маленьких, и взрослых в великий праздник. Главное, чтобы свет Рождества Христова остался жив в сердцах, освещая жизненный путь каждого. Все, кто принимал участие в организации этого праздника, старались, чтобы рождественские праздничные дни стали для детей незабываемыми, радостными и немножко сказочными. А еще хотели научить ребят дарить радость близким. Мне кажется, хоть небольшую капельку любви, света и радости они с ребятами смогли подарить всем тем, кто побывал на этом празднике. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ